Могу вас попроситься, чтобы мы помолились вначале? У меня вопрос. Чье это слово? Если вы придете в церковь, в современную церковь, большинство евангельских церквей или людей, которые называют себя верующими христианами, они ответят на этот вопрос, что это слово Божье. Но, как показала статистика 2021 года, только 11% называющих себя христианами в Америке читают Библию каждый день. 9% читают 4 раза в неделю. И 9% читают 1 раз в неделю. Люди заявляют о своей вере в слово Божье, но они его не знают. Они не читают его, они не дорожат им, они не относятся к нему серьезно. Верующие могут разбираться во многих вещах, могут быть экспертами в экономике, политике, во всем, что происходит в мире, но когда дело доходит до слова Божьего, почему-то они проигрывают. Знаете, в церкви было бы намного меньше проблем, если бы верующие разбирались в Писании точно так же, как они разбираются во всяких политических заговорах и в том, как лечить коронавирус. Мы видим сегодня тотальное пренебрежение словом Божьим. Как сказал когда-то Иоанн Златоус, один из отцов церкви, священник, он сказал, что все проблемы в жизни верующего происходят от незнания слова Божьего. Я сегодня буду говорить о Божьем народе и о Божьем Слове. Откройте вместе со мной Библию, я надеюсь, что она у вас есть. Второзаконие, 6 глава. Книга Второзакония, 6 глава. И мы прочитаем первые два стиха. Книга Второзакония, 6 глава, первые два стиха. «Вот повеление, установление и законы, которые Господь, ваш Бог, велел мне научить вас соблюдать в земле, куда вы вступаете, чтобы овладеть ею, чтобы вы, ваши дети и дети ваших детей боялись Господа, вашего Бога, пока живы, соблюдали все его установления и повеления, которые я даю вам, и чтобы ваша жизнь была долгой». Это Слово Божье. В 6 главе Бог обращается через Моисея к своему народу. Они входят в землю обетованную, и Бог говорит им, «Я даю вам мои заповеди, мое Слово». В этом тексте, в первом стихе мы видим, что Бог дал Слово. Это Его Слово, оно обладает авторитетом Бога, оно обладает значимостью, потому что оно Слово Божье. Бог его произнес, Бог его автор. И Бог дал Слово не просто так, не для видимости, не для того, чтобы оно стояло на полке, не для того, чтобы люди просто знали, что у нас есть Слово Божье. Бог дал Слово, и Бог хочет, чтобы Его народ знал Его Слово и как поступать по Его Слову. Бог дал Слово с определенной целью. Мы видим, вот постановление и законы, которые Господь ваш Бог велел мне научить вас. Бог говорит Моисею, что Моисей должен был научить, то есть народ должен был знать это Слово, не просто знать как информацию, но понимать, что оно значит, почему. Научить вас, чтобы соблюдать, чтобы вы знали, что делать, и вы поступали так. Итак, мы видим в Писании, мы видим, что Бог говорит, что Его Слово обладает чрезвычайной важностью. Его Слово чрезвычайно важно для жизни Его народа. Вы не можете жить без Слова Божьего. Посмотрите в этой же главе 6-7 стих. Бог говорит, эти повеления, которые я даю тебе сегодня, должны быть у тебя в сердце. Внушай их своим детям, говори о них, когда сидишь дома, и когда идешь по дороге, когда ложишься, и когда встаешь. Слово Божье чрезвычайно важно, оно должно быть записано в сердце. Почему оно важно? Для чего оно необходимо нам? И к чему приводит пренебрежение Словом Божьим? И мы посмотрим об этом в стихе 2-м. Что говорит Господь? Знание Слова Божьего необходимо для познания Бога. Это первое. Мы читаем 2-й стих. «Чтобы вы, ваши дети и дети ваших детей боялись Господа вашего Бога». Что такое страх Божий? Как мы можем описать страх Божий? Один служитель дал хорошее определение страху Божьему. Страх Божий – это почтение перед Богом, реально определяющее смысл нашей жизни, формирующее наш образ мышления, слова, чувства и действия. Это почтение перед Богом, реально определяющее смысл нашей жизни, формирующее наш образ мышления, слова, чувства и действия. Друзья, Писание играет главную роль в формировании нашего понимания и отношения к Богу. Наши мнения и наши мысли о Боге, Богу настолько высоки, насколько глубоко наше понимание Писания. Наше восприятие Бога оказывает решающее влияние на все сферы нашей личности и жизни. Качество нашей духовной жизни напрямую связано с качеством нашего познания Великого Бога. Качество вашей духовной жизни не может быть выше вашего познания Бога. И чем больше мы познаем Бога, тем яснее мы понимаем, каким Он хочет нас видеть. Поэтому главным желанием каждого верующего должно быть желание познавать Бога. А это возможно только тогда, когда мы изучаем Божий характер, открытый нам в Писании. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Очень интересный и очень важный. Это молитва Иисуса. И Иисус говорит, «Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога и Иисуса Христа, которого Ты послал». Что такое вечная жизнь? Когда мы задаем этот вопрос, что такое вечная жизнь, то многие скажут, «Ну, вечная жизнь – это когда живешь на небе долго, долго, долго и еще долго». Но это не то, что говорит Христос. Это не то, что учит Библия. На небе нет времени, нет прошлого и нет будущего, там есть настоящее. И если мы говорим о том, что вечная жизнь – это просто жить долго, 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 то все люди, кто живут на земле, они будут жить вечно. Потому что мы вечные существа, но мы будем жить в разных местах. Вечная жизнь – это не означает жить долго, долго, долго. Так что же такое вечная жизнь? Вот ответ. Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога и Иисуса Христа, которого Ты послал. Суть вечной жизни, которую дает Христос – это совершенное познание Бога и Христа. Это вечная жизнь. Поэтому, когда Иисус Христос говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную, это не означает, что Он имеет просто долгую жизнь. Нет. Он имеет совершенное познание Бога и Христа. Это определение вечной жизни. Это не количество времени. Это качество существования. Представьте себе момент, когда вы имеете совершенное знание Бога, совершенное знание Христа, и в то же время вы испытываете совершенную любовь. Знать Бога, знать Христа – значит любить их. Как мы знаем, слово «знать» в Новом Завете, особенно когда относится в отношении спасения, то, что Бог познает и спасает, оно несет в себе значение очень близкой, глубокой любви. И когда мы говорим о вечной жизни, вечная жизнь – это познание Бога и Христа, то не иметь вечной жизни – значит не знать Бога, не знать Христа и не испытать божественной любви. Это значит быть отрезанным от жизни Божьей. Значит быть слепым, быть мертвым. Иметь вечную жизнь – значит знать Бога и знать Христа. В вечности мы сможем познать Бога и Христа в совершенстве. Мы будем любить их всем сердцем, душой, разумом и силой. Конечно, сейчас наше познание, наше знание Бога, оно не полно. Мы еще живем на земле, мы ограничены, но когда мы придем в вечность, когда вечная жизнь достигнет своего совершенства, мы познаем Бога и Христа и будем любить Бога и Христа совершенно, всесторонне, полностью. Сейчас мы любим Бога, мы любим Христа, но эта любовь – это лишь такие, знаете, отблески той совершенной любви, совершенной реальности, которая ждет нас. И когда она придет, мы будем поглощены такой восторженной радостью, которую сейчас не можем и представить. Но Бог открыл Себя нам в личности Своего Сына Иисуса Христа. А единственный способ, как мы можем увидеть славу и красоту личности Христа и под действием силы Святого Духа преображаться в Его образ – это в Священном Писании. Поэтому, познавая Бога через Иисуса Христа в Писании, мы уже здесь можем испытать крошечную часть той совершенной радости того вечного счастья, знания Бога и Христа и наслаждаться от общения и поклонения Ему. Вот почему необходимо знание Писания. Вот почему нам необходимо углубляться в Писание. Без Писания нет познания Бога. У многих людей, верующих, у них есть печаль в жизни, они не удовлетворены своей духовной жизнью. Почему? В большинстве случаев, потому что они не познают Бога в Писании. Они приносят Библию только в воскресенье, если приносят. И читают только тогда, когда нужно успокоить душу. Но без Писания нет познания Бога. Итак, Бог говорит, что мы нуждаемся в знании Слова Божьего. Первое, для того, чтобы познавать Бога, чтобы видеть Его красоту и славу, чтобы знать, кто Он такой. И чтобы уже сейчас на земле вкусить ту радость, небольшую часть небесной славы, которая ожидает нас в будущем. Первое, Иоанна 2,4, мы читаем о том, что евангелист пишет, «Если кто говорит, я знаю Его, то есть Бога, но не соблюдает Его повелений, то лжец, и истины в нем нет». Познание Бога всегда ведет к чему-то. Нет познания Бога без продолжения. Познание Бога всегда выражается в чем-то. И оно, Библия, учит нас, что познание Бога выражается в послушании Богу. Опять же, стих 2, 2-й законе 6, «Чтобы соблюдали все Его установления и повеления, которые я даю вам, и чтобы ваша жизнь была долгой». Итак, второе, для чего необходимо знание Слова Божьего, для того, чтобы повиноваться Богу, для послушания Богу. Другой служитель очень хорошо сказал об этом, «Познание Бога проявляется в горячем желании хранить покорность, послушание, постоянное, ежеминутное соблюдение, сохранение Божьего Слова в духе послушания – вот признак зрелого христианина. Если бы я мог свести всю христианскую жизнь лишь к одному слову, этим словом было бы послушание». Друзья, любовь к Богу проявляется в послушании Его Слову. И Бог это дает ясно понять. Он говорит это ясно, здесь нет вариантов. Слова Иисуса, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Иисус говорит, «Если вы любите Меня, то будете слушать Мои слова, то будете вешать Мои слова на стену в доме, то будете исполнять Мои заповеди». Изучая Писание, мы узнаем, как нам проявлять свою любовь к нашему созданию. Потому что мы можем говорить, я знаю Бога, я поклоняюсь Богу, я служу Богу. И это может оказаться ложью, неправильным поклонением, поклонением неугодным Богу. И в Писании открывает нам, что Бог хочет. Потому что Бог определяет то, какого поклонения Он желает. И как мы должны подчиняться Ему. Потому что наше поклонение выражается в нашем послушании. Друзья, настоящее познание Бога гарантированно производит в нашей душе желание поклоняться Господу посредством послушания Его Слову. И, кстати, если у нас нет желания повиноваться Богу, то мы должны вернуться к тому, почему? Потому что мы не познаем Бога. Когда ты познаешь Бога, видишь Бога в Писании, кто Он есть, и Дух Святой действует в твоем сердце, ты видишь Христа, ты не можешь не повиноваться. Да, у тебя будет грех, да, будут трудности, но ты будешь постоянно стремиться. Как Псалом Певец говорит, как олень желает к воде, так я желаю к Богу. И мы читаем, что Бог говорит, и чтобы ваша жизнь была долгой. Это не столько о длительности жизни, сколько о качестве жизни, подчиненной Священному Писанию, авторитету Писания. Если мы честно посмотрим на свою жизнь, мы увидим, что большинство наших проблем и ошибок, которые мы делаем, происходит от того, что мы не повинуемся Слову, поступаем по нашему Слову, а не по воле Божьей. Но Псалом 118, первые два стиха, мы читаем, «Блажены те, чей путь не порочен, то есть они счастливы, кто ходит по закону Господа, блажены, хранящие Его заповеди, ищущие Его всем сердцем». Друзья, весь Псалом 118, говорит о благословении тех, кто живет Словом Божьим. Почитайте его. Вы увидите, как Бог говорит через автор Псалма, сколько благословений мы получаем, сколько радости, сколько восторга. Поклонения Богу не существует без послушания. Библия не признает поклонения, которое не ведет к послушанию. Поэтому, если я здесь пою, говорю, что я поклоняюсь Богу, я выхожу на улицу и не живу согласно Слову Божьему, то это лицемерие и ложь. И Бог не принимает такого поклонения. Ему оно не надо. Помните, когда Бог говорил израильскому народу, «Не надо мне ваши жертвы, не надо мне ваши милости, не то, что вы делаете, они мне надоели, они мерзкие для меня». Почему? Потому что вы делаете одно, живете по-другому. Потому что языком своим вы близки ко мне, а сердце ваше далеко от меня. Поэтому нам необходимо Слово Божье, нам необходимо опять в него вкапываться, жить в нем, чтобы оно пропитывало наш разум, чтобы мы поступали так, как учит Бог, как Он хочет, чтобы наше поклонение было настоящим, угодным Богу. И в Своем Слове Господь учит нас, какое поклонение Ему угодно. Римлянам 12 глава, глава 1-2 стих. Апостол Павел пишет. «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, благую, угодную и совершенную». Люди спрашивают, как я могу поступать угодно Богу, как я могу знать волю Божью. Мне нужно, наверное, взять 30 дней, поставить молитвы, сосредоточиться на себе и ждать голоса. Нет, тебе нужно сесть и открыть Слово. И Бог здесь все сказал. Обновление нашего разума, ведущее к богоугодной жизни, возможно только при условии постоянного наполнения и просвещения нашего разума Словом Божьим. В нашем разуме очень много глупостей, очень много лжи, в которую мы верим, в которую мы сами себе проповедуем. И убрать весь этот мусор из головы, возможно только заменяя его истинной Слово Божьего. Если сказать одной фразой, одним предложением, без знания Слова Божьего мы не сможем по-настоящему, как написано во Второзаконии 6.5, любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. Как я могу больше любить Бога? Читая Его Слово, узнаешь Бога и ты будешь любить Его, ты захочешь любить Его. Как я могу найти утешение? Читая Слово Божье. Как я могу победить искушение? Читая Слово Божье. Как я могу противостоять греху? Читая Слово Божье. Как я могу обрести мудрость? Читая Слово Божье. Как я могу утвердиться в спасении? Читая Слово Божье. Мы не можем без Слова Божьего спастись, мы не можем без Слова Божьего жить, мы не можем без Слова Божьего освящаться, мы не можем без Слова Божьего противостоять лжи, мы не можем без Божьего Слова служить другим, мы не можем без Слова Божьего проповедовать, проповедовать, наставлять, поддерживать, утешать, обличать, стоять твердо. Мы ничего не можем, как верующие, без Слова Божьего. Это оружие, которое Бог дал нам. Мы рождены Словом Божьим, и мы живем Словом Божьим. Бог сотворил человека Словом, Бог спасает человека Словом, и Бог дает жизнь, чтобы мы дальше жили через Своё Слово. Поэтому, пренебрегая Словом Божьим, мы сами копаем яму, в которую упадем. А потом будем обвинять Бога, почему же ты меня не защитил, не помог. Потому что мое Слово у тебя на полке пылью покрывается. Ты можешь знать все, что угодно о всем происходящем мире, но если ты не знаешь Слова Божьего, все, что в мире, тебя подавит, и ты не выстоишь. Когда мы видим все происходящее сейчас, разные слухи, разные мнения, мы не знаем, что произойдет. Ложь везде повсюду, атаки идут на церковь. Как верующие могут устоять? Почитать статьи в интернете, посмотреть какие-то картинки в Инстаграм? Нет. Нам необходимо вернуться к источнику жизни. А Бог его дал в Своем Слове. И когда мы приходим и познаем Бога в Его Слове, мы видим Бога, мы открываем, кто Он такой. Бог говорит нам, кто Он такой, потому что Бог открыл себя в Своем Слове. Мы поступаем по этому Слову, потому что мы любим Бога, и потому что любить Бога значит быть Ему послушным. А те, кто послушан Божьему Слову, Бог всегда сохранит, Бог всегда благословит. И что бы ни происходило, Бог всегда с теми, кто любит и подчиняется Его Слову. Но точно так же, как познание Бога обязательно ведет нас к тому, что мы будем повиноваться этому Слову, повиноваться Богу в Его Слове, повиновение Слову Божьему проявляется в том, что мы будем преподавать Слово Божье, учить Слову Божьему, рассказывать о Боге. Посмотрите опять стих 2. Бог говорит, чтобы вы, ваши дети и дети ваших детей. Бог дал Слово, и Бог задумал, чтобы этим Словом делились. Слово важно для наставления следующего поколения. У нас есть только один инструмент для воспитания и наставления ближних. И в данном случае говорится о детях. Откройте, пожалуйста, Псалом 77. Мы прочитаем 4 и с 4 по 7 стихи. Это очень важный отрывок, который помогает нам понять, что Бог ожидает от нас, когда мы говорим о учении о Боге, когда мы учим о Боге. Мы не будем скрывать их. До этого автор говорит, Ассав говорит о истории, о том, что было, что происходило. Мы не будем скрывать их, истории, от детей. Расскажем грядущему поколению о славе Господа, о Его силе и о чудесах им сотворенных. Он оставил свидетельство Иакову, дал закон в Израиле, который повелел нашим отцам передавать своим детям, чтобы знало грядущее поколение, дети, которые еще не родились, и чтобы они в свое время передали его своим детям. И тогда они будут возлагать свою надежду на Бога. Они не станут забывать его дел, но будут хранить его повеление. Посмотрите, автор говорит, мы знаем, что было, мы знаем учение, мы знаем историю. И Бог оставил это с определенной целью. И Бог повелел. Это не дело выбора и предпочтения, это повеление, это приказ нашим отцам передавать своим детям. То есть мы обязаны это делать, чтобы следующее поколение, дети, даже которые еще не родились, чтобы они в свое время передавали другим детям, своим детям, что они должны передавать. И когда мы говорим о том, что здесь должны родители передавать, рассказывать детям, это относится, конечно, в первую очередь к родителям, но это точно так же относится к всем, кто каким-то образом связан с тем, чтобы учить других. А мы все когда-то с чем-то связаны, что мы учим другого, мы что-то рассказываем другим о Боге. Итак, что должны родители рассказывать своим детям? Посмотрите, мы здесь читаем о славе Господа, о Его силе и о чудесах им сотворенных. Слава Господа – это Его личность, Его сила – это Его способности, и чудеса – это Его дела. Да. Ответственность родителей перед Богом за детей – это передать им библейскую истину о Боге. Кто такой Бог, что Он может и что Он делает? Кто такой Бог, что Он может и что Он делает? Бог дал мне двоих детей. И каждый раз, когда я о них молюсь, я молюсь о том, чтобы когда придет Божье время, Бог дал им покаяние и спасение. Это мое желание, но это не моя цель. Потому что я не Бог, и я не могу гарантировать спасение моих детей. Я не могу сказать, что они будут спасены. Я не даю спасения. И если я поставлю себя за цель, чтобы мои дети были спасены, я этого никогда не добьюсь, потому что я не способен возродить их. Мы знаем много примеров того, когда дети живут у очень благочестивых верующих, христиан, любящих Бога людей, и они не спасены. Поэтому это желание моего сердца, но это не моя цель. А какая же моя цель? Моя цель – это рассказать им Евангелие, передать им библейское учение. Это моя цель, и это наша ответственность как родителей. Наша ответственность – подготовить почву, сердце ребенка и посеять туда семена истины, чтобы когда, по милости Божьей, Дух Святой принесет дождь возрождения и спасения, сердце, душа ребенка была готова. Это то, что мы можем сделать, и это наша ответственность. Кто такой Бог, что Он может и что Он делает? Для какой цели? Для какой цели? И мы здесь читаем. «И тогда они будут возлагать свою надежду на Бога. Они не станут забывать Его дел, но будут хранить Его повеление». Даже если ребенок не будет, еще не познал Бога, он еще не спасен, но поступая по Слову Божьему, он будет иметь благословение. Почему? Потому что всякий, поступающий по Слову Божьему, получает результат. Потому что Божье Слово, оно эффективно не только для тех, кто верит в Него, но если неверующие поступают так, как говорит Бог, они получают результат. И поэтому мы учим детей, чтобы они знали Бога, для того, чтобы они возлагали свою надежду на Бога, чтобы они любили Его, чтобы они были послушны Его Слову. А если Бог дает спасение ребенку, тем более мы продолжаем наставлять их, показывать им Бога. И это наша ответственность, чтобы Бог постоянно занимал их разум, чтобы, зная Бога, они надеялись на Него, помня о Его делах и милости к Ним, они любили Его, и чтобы они были послушны Его Слову. Знаете, мы можем воспитать наших детей порядочными людьми, дать им образование, лучшее материальное обеспечение, научить их житейской мудрости, передать свой опыт, семейные традиции, или, так сказать, не ударить в грязь лицом воспитания. Но если мы не научили их уповать на Бога, любить Бога и слушаться Его, то в вопросе воспитания в глазах Господа мы потерпели фиаско. Потому что у них может быть все, что угодно, но без Бога они погибнут. Без знания Бога их жизнь не будет иметь смысла. Они будут в суете жить и пытаться найти смысл во всем, что предлагает мир. Мы должны научить детей о Боге. Бог дал родителям достаточно инструментов, чтобы мы могли научить наших детей библейской истине. Послушайте, не нашему толкованию Писания, не тому, как мы представляем, как должно быть, или как мы, бывает, подстраиваем Писание под наши соображения, наше мировоззрение, наш взгляд на вещи, и мы пытаемся подстроить Писание, чтобы оно соответствовало нам, а не себя под волю Божью. Но мы должны передать детям библейскую истину, действительно то, что здесь написано. Чтобы они знали истину такой, какая она есть. И когда они будут подчиняться этой истине, познавая Бога, они будут иметь благой успех. Знаете, к сожалению, часто родители перекладывают свою обязанность наставлять детей на церковь и воскресную школу. Родители приходят и говорят, вот дети мои, занимайтесь ими, пусть они учатся, учите их. А если дети потом что-то делают не так, это учителя виноваты, не научили. Это большое заблуждение. Церковь и воскресная школа – это благословения и помощники для родителей, но это не их заменители. Конечно, только в том случае, если родители действительно вообще не знают Бога. Единственное место, где ребенок услышит о Боге – это церковь. Бог возложил ответственность за духовное наставление детей на родителей. И это наша ответственность и обязанность. Мы не эксперты, мы несовершенны, мы не идеальны, мы не знаем всего в идеале, мы делаем ошибки. Но Бог берет слабость родителей, наше несовершенство, дал нам совершенное слово. И Бог захотел, и это наша обязанность – передать это слово детям, учить их, наставлять их, чтобы слово действовало в их жизни. Это наша ответственность и обязанность, чтобы ребенок понимал, кто такой Бог, что он может, что он делает и чего ждет от него. Говоря это, я понимаю, что это относится и ко мне, как к родителям. Но для того, чтобы верно передать учение Библии следующему поколению, нам самим нужно знать это учение. Нам самим необходимо знать, что говорит Писание. Мы, как родители, сами вначале должны быть уверены, что мы знаем Бога, мы любим Бога и мы послушны Ему. Потому что наша жизнь, часто говорит детям о вере в Бога, намного больше, чем на наши слова. Друзья, мы никогда не научим детей тому, чего не знаем и во что сами не верим. И дети это видят. Они видят, как мы относимся к Писанию, как мы относимся к Богу, как мы относимся к Церкви. И если мы сами в это не верим, сколько бы мы ни сидели с Библией перед ними, они скажут, ты в это сам не веришь, я тебе не верю. Мы должны знать. Мы должны верить и мы должны знать. И в Ефесянам 6.4 Павел говорит, отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа. Видите, ответственность. Воспитывайте их в учении и наставлении Господа. А как мы можем воспитывать в наставлении Господа и учении Господа, если мы сами этого наставления не знаем? Представляете, отец, сын приходит к отцу и говорит, папа, расскажи мне Евангелие. Я не уверен в своем спасении. Расскажи мне, как мне бороться с грехом. Как мне проходить вот эти испытания. Мне в школе бомбят мой разум ложью. Что мне делать? Это правда? Отец говорит, знаешь что, я бы рад помочь, а я сам не знаю. Я тебе могу рассказать о политике, о машине, о том, что у соседей на улице происходит. Все тебе могу рассказать. В видеоигры могу с тобой поиграть. Но слово я сам не знаю, мне нечем тебе помочь. Я сам в нем не укоренен. Прости, сынок, не могу помочь. Или дочь приходит к маме и говорит, мама, как мне не зависеть от мнения моих подружек? Как мне противостоять мнению окружающих или тому, чтобы бояться, что обо мне скажут, когда я хожу в собрание? Или как мне быть уверен в спасении? Или как мне найти Христа? А мама, которая может лучше всех служителей вместе взятых знать все происходящее обо всех в церкви? Она не может сказать. Она не может рассказать. Она не знает. Она читает Библию, но она не понимает, что там написано. Потому что иногда мы читаем, но мы не вникаем. Знать Писание, это не означает просто прочитать. Это означает углубиться туда и понять, что она говорит. Она не знает, что сказать ребенку. Как помочь ребенку? И знаете, иногда просто мы слышим такой ответ. Ну, ты просто молись. Особенно я слышал часто на молодежной конференциях, задают вопрос. Говорят, ну ты просто молись. Такой ответ не показатель духовности. Это показатель незнания Слова Божьего. Это не библейский ответ. Библейский ответ – это давай узнаем, что говорит Библия. Будем молиться, чтобы поступать так, как написано. И будем доверять результат Господу. Друзья, мы сами должны знать Слово, чтобы наставлять других. Мы можем жить в страхе перед мнением окружающих, о том, какие мы родители. И поэтому поступаем в угоду мнению общества, совершенно не волнуюсь о том, что думает Господь. И это большая проблема. Мы должны понять, что если мы не будем говорить с детьми о Боге сейчас, то потом всю оставшуюся жизнь нам придется разговаривать с Богом о детях. Люди говорят, ну я хочу воспитать своих детей достойно, чтобы они в обществе так стояли, ну все говорили, у него достойно воспитание, он молодец. Но Библия показывает, что поколение, воспитанное достойно, это поколение, воспитанное достойно Бога. Это поколение, знающее Бога, любящее Бога и послушное Божьему Слову. Поэтому, если мы не научим детей библейской истине, тогда мир научит их своей лжи. Неделю назад я прочитал о том, что наш каунтист и калледж опять попал в топ в местности и городов, которые очень дружелюбные и подходящие для LGBTQ plus движения. Если мы думаем, что мир беспокоится о том, что мы о них думаем, и о том, что мир такой дружелюбный, и наших деток так обнимут, и все с ними хорошо будет обращаться, их научат их к хорошему, мир никогда не устроит праздник в нашу честь, друзья. Мы здесь не дома. И мир научит лжи наших детей. Как только мы не позаботимся об истине, мир вложит свое понимание. Он расскажет, что он произошел от макаки, он расскажет, что он должен жить для себя, он расскажет, что только мир построен для него, делай, что хочешь. И он расскажет, что не беспокойся о последствиях, умрешь, и о тебе забудут. Родители, не знающие Слово Божьего и не преподающие его своим детям, отдают их на растерзание этому миру и дьяволу. И поверьте, они о них позаботятся. И мы это видим. Самый лучший способ, как мы можем защитить наших детей, это учить их Слову Божьему, учить истине Божьего Слова. У нас нет другой защиты. Мы читаем Писание, мы видим, что противостоять лжи можно только истиной. Смерть в Эдемском саду вошла посредством лжи. И спасение приходит к нам только посредством истины. Дьявол принес ложь, Христос принес истину. И поэтому мы должны знать это Слово. Мы должны знать Божье Слово. Познавая Бога, повинуя Слову, учить других о Боге. Кто такой Бог, что Он может, что Он делает и чего ждет от тебя, уповая на Божью милость. И нам нужно помнить, что мы не Бог, который ответственный за то, чтобы дети спаслись и покаялись. Мы ответственны за передачу. Бог ответственный за результат. В контексте того, что мы должны учить и передавать, я хотел бы обратиться к моим братьям-проповедникам и тем, кто будет проповедовать, также учителям. Мы, как учителя, несем ответственность перед Богом за то, что мы должны знать Слово Божье. Посмотрите, в Таразаконе, 18 глава, 20 стих. Это важные слова, которые Бог говорит людям, которые учат Слово Божье. Это говорится в первую очередь к тем, кто проповедует это Слово, говорит Слово Божье, но также и ко всем нам, которые в той или иной мере учат других. Но пророк, который осмелится говорить от моего имени хоть что-то, чего я не повелевал ему, это пророк, который станет говорить от имени других богов, должен быть предан смерти. Очень серьезные слова, которые нам нужно помнить. Бог дал нам Слово, и Бог хочет, чтобы мы им передавали Его Слово, а не себя проповедовали. Мир наполнен плохими проповедниками, ужасными проповедниками. Плохой проповедник – это не тот, кому не хватает ораторских способностей. Нет, плохой проповедник – это тот, кто, прикрываясь именем Бога и авторитетом Писания, проповедует свои идеи, а не то, что написано в Слове Божьем. Потому что кафедра становится для него местом самовозвышения, он проповедует свои идеи, но не то, что говорит Бог, и он не поклоняется Богу здесь. Проповедник, учитель, несет ответственность перед Богом за то, что он говорит. И, друзья, братья мои, нам нужно помнить, что Бог будет нас судить за нашу проповедь. Бог очень серьезно относится к Своему Слову. Бог говорит, что я против пророков, которые болтают своим языком, заявляя, Господь возвещает. Библия – это Божье откровение людям, и проповедник должен передать это откровение, не искажая его. Поэтому мы должны знать Слово, мы должны изучать его, чтобы, выходя сюда, мы точно знали, что мы говорим то, что говорит Бог. Людям не нужны наши истории, наши мнения, наши фантазии, то, как мы представляем события. Людям нужно Слово, потому что Слово дает жизнь. Поэтому мы в сокрушении приходим к Богу, говорим, открой нам Твое Слово, чтобы мы могли передать его ясно. Потому что только Слово способно изменить человека, изменить жизнь, дать, благословить. Людям нужно авторитетное Слово Божье. Люди хотят, чтобы мы показали Бога, Христа. Мы не имеем права вкладывать в библейский текст то, чего там нет. Поэтому мы обязаны изучать Писание, чтобы быть уверенными, что то, что говорит Писание, то, что мы говорим, это сказал Бог. Мы официанты, которые раздают еду, но мы не повара, которые ее готовят. Братья, проповедники, которые не знают Слово, учителя, которые не знают Слово и проповедуют неистинное Писание, они бесславят Бога, они вредят душе и они радуют дьявола. Потому что мы не достигаем той цели, которая поставлена. Мир наполнен ложью. И если проповедник не знает истину, не утвержден в истине, какую пользу он принесет Церкви? Как будет защищать ее? Как Бог может использовать нас, если мы не готовы? Мы должны очень серьезно, все, очень серьезно относиться к Слову. Потому что Бог очень серьезно к Нему относится. Братья мои, учителя, давайте вкапываться в Слово Божье. Давайте изучать Его, умоляя Бога о том, чтобы Он открывал нам понимание. Чтобы потом, когда мы будем говорить, мы выйдем на это место, или где мы будем стоять перед детьми, мы возьмем книгу и скажем, вот Слово Божье, вот текст, вот что Он значит, и вот как Бог хочет, чтобы мы поступали. И все. Нас там нет, есть только Бог и Его Слово. Чтобы Бог никогда не сказал на нас, не посмотрел, не сказал, я дал тебе твое Слово, а ты вышел и ты обманывал, ты не говорил мое Слово, это не то, что я сказал. И точно так же все мы, родители, все церковь, мы должны изучать Писание для того, чтобы мы жили, мы правильно понимали это Слово и жили правильно. Потому что неправильно понимая Слово, мы будем и жить неправильно. Когда мы вкладываем в Слово то, чего там нет, мы потом поступаем и думаем, почему такой результат. Потому что мы не знаем Слово, и Слово не действует. Не истинное Слово не достигает того результата, который задумал Бог. Конечно, об этом еще много можно говорить, но я думаю, что этого достаточно. Писание предельно ясно показывает, что народ Божий должен знать Слово, жить по Слову и учить Слову Божьему. Потому что так написано, потому что так говорит Господь. Аминь. Помолимся. Помолимся. Слово.